Далеко не детские темы поднимают представители региональной детской общественной палаты. Это вторая очная встреча ребят после всех ограничительных мер, связанных с пандемией. Если раньше я считал, что детская общественная палата как школа, взрослая общественная палата, то сейчас вижу, что во многом они уже обходят и взрослую общественную палату. Мы у них уже учимся, потому что у них совсем другое мышление. Прежде чем приступить к обсуждению серьезных вопросов, юные общественники прокачали умственные способности с помощью интерактивных тестов и викторин. Квиз-игра касалась финансовой грамотности и знаний в сфере сельского хозяйства. Задания были разные, от письменных до музыкальных и съедобных. Давайте аплодируем Данила, он сделал приказы. Мне больше не придался вопрос про монету, какая ее обратная сторона. Все думали, что рел и релешка, но вопрос вообще другой, ответ очень. Вообще мы очень любим поиграть, как-то подвижить, и поэтому для нас это в принципе норма. То есть мы не только работаем, но и весело проводим время. А после плотного обеда сели заседать. Ключевой темой встречи стала цифровая образовательная среда. Ребята выступили перед взрослыми коллегами с инициативой проводить традиционный квест в памяти о великих событиях не только очно, но и по удаленке. В связи с пандемией многие ребята не могут в нем участвовать. Кстати, большая часть представителей взрослой палаты присутствовали на заседании по видеосвязи. Детская общественная палата в том году проводила мониторинг о досуговой деятельности детей и молодежи на селе. То есть нашу инициативу поддержал министерство образования и, соответственно, губернатор нашей области Сергей Иванович Морозов. Он дал распоряжение главам администрации, чтобы те посодействовали в реализации тех предложений, тех изменений, которые вносит детская общественная палата для молодежи. Это не первая инициатива детской палаты, которую поддержали взрослые. В прошлом году на Общенациональном съезде территориально-общественных самоуправлений федеральные эксперты признали ульяновский опыт взаимодействия молодежи ТОС лучшим и ставили его в пример. Продуктивный диалог между двумя сторонами и ей заслуга детей. Ринат Алиулова, Владимир Куликов, Новости Уллправды ТВ.